хотелось бы предложить вашему вниманию вот такого типа ручейники которые выполнены на перьевой основе они могут быть такой величины могут быть вот такой величины вот чтоб вам было видно насколько они малы такие все это у нас ручейники вот такого типа или же спинки вот с пером cdc такие мы с вами будем изготавливать вот такого ручейничка я его уже на протяжении 5 лет использует это собирательный образ даже нельзя как-то сказать что это ручейник но весь смысл заключается в том как изготовлена здесь само крыло приступим к вязанию процессе я вам буду объяснять для вязания я могу использовать так же как и вы как у вас получится или же крючок вот у меня есть f11 который гамакатсу подходит или же как я всегда использую крючки фирмы strike они подход как раз вот наша форма которая необходима для нашего ручейничка очень удобно и практически для всех видов нимфочек стримирового всех остальных кстати изготавливать можно и из меха вот как у меня здесь который тоже хорошо плавает крючок я беру 16 номер если у вас есть тимка 200р то вы можете смело брать 12 номер приступим для начала обматываем цевь ниткой ниткой нитку я беру тонкую но достаточно крепкую порядка 10 12 0 нитки я толщину их изготавливаю сам поэтому я в одном из фильмов уже вам рассказывал как подготовить для себя нить любой толщины в качестве обмотки привлекающей я буду использовать вот такой люрекс из елочных украшений он достаточно крепкий и в то же время позволяет хорошо сегментировать тело прихватили возвращаемся опять к загибу тело будем изготавливать мы из даббинга который называется антрон сам по себе очень хороший даббинг если у вас нет в наличии такого даббинга можете использовать любой даббинг но для того чтобы мушка как можно дольше находилась на плаву вам необходимо чтобы она была пропитана специальными жидкостями для повышения плавучести самой нашей мушки каких либо других элементов привлекающих внимание нашей мухи блесточки или еще что нибудь какой даббинг блестящий я не применяю потому что антрон сам по себе трехгранное волокно которое в любой погоде издает очень приятный блеск как вы видите вот даже так при таком освещении он достаточно хорошо играет для начала я возьму немножечко желто песочного цвета даббинга нанесу его на нить оливкового уже побольше потому что доматывать будем до грудки слегка прихватывая ее на нитке вот как видно и начинаю крепить не делаю толстый жгутик потому что будем крепить антрон вот методом скручивания его прямо на цевье подхватывая вот он подхватился как вы видите стоило нам немножечко прокрутить и он хорошо у нас будет ложиться и формируем наше тело следим за тем чтобы у нас не было бугорков добавили еще немножечко добавили еще немножечко нашего даббинга не доходим приблизительно одну треть длины цевья которой мы уже две третьих сделали тело не доходим останавливаемся и делаем обмоточку нашим люрексом обмоточку я выполняю в обратную сторону намотки нашего даббинга закрепили закрепили теперь для ёршика я подготовил перышко гризли соответствующее вот этому крючку креплю его сразу здесь и делаю и делаю пару оборотов больше не надо закрепили не не отрезаем не отрезаем а перо слегка уводим назад закрепили промотали увели перышко для крыла я могу использовать практически как я вам уже показал любые перья ну вот я взял перышко японской перепелочки можно если у вас нет в наличии такого пера вот можете взять любое перо для того чтобы можно было потом нам изготовить вот такой элемент крыла методом обратного крепления изгибом черный зеленый оранжевый вот у меня имеются другие перья точно так же можно перегнули мы и изготовили крылышко для нашей мушки вот видите есть довольно таки симпатичная с хорошим оттеночком все но мы будем использовать перышко нашей японской перепелочки подготовили наше перо что для этого нужно вот подготовили перышко не берем крепим примерили его длину и крепим в одной точке прихватываем раз и прихватываем два посмотрели как у нас придерживаем волоски подтянули сколько нам необходимо следим за тем чтобы наша перышко не ушло ни влево ни вправо если не не нравится опять можем повторить эту процедуру прихватили буквально одним витком под весом самой катушки держим перо и начинаем подтягивать подтягиваем до тех пор пока вот как у меня я вам покажу посмотрите видите я уже вытянул у меня достаточное крылышко вышло подравниваем его чтобы было у нас по центру ни влево ни вправо прихватили вот теперь мы можем отрезать все остатки которые у нас имеются ну еще промотаем немножко по цевью вот так и теперь отрежем все остатки для дальнейшего завершения я совсем немножечко здесь для крепости чтобы перо при дальнейших поклевках рыбы у нас не уходило я капну буквально капельку клея на месте крепления пера вот так сделали обрезали остатки перьев которые нам мешают и хорошо проматываем подготавливаем площадочку для обмоточки нашим пером примотали и теперь спереди этим пером которое мы не отрезали мы делаем 3-4 оборотов сколько вы сочтете нужным для вашей плавучести мушки ну у меня вышло здесь 3 оборота крепим наше перо вводим бородочки назад и формируем головку головка не должна быть чересчур тяжелой для того чтобы наша мушка не клевала только лишь для закрепления пера так как она у нас сухая все делаем завершающий узел и приводим в порядок нашу мушку теперь для того чтобы наше крылышко которое мы изготовили выглядело симпатичным мы его обрезаем как раз под конец нашей остаточки остаточки убрали подровняли все как вы видите наш собирательный образ и ручейника и веснянки готов остается только лишь нанести капельку лака и наша мушка готова спасибо большое за внимание жду ваших комментариев у до 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 Продолжение следует...